Так и так господа, всем доброго времени суток, вы находитесь на канале Deadline.room, с вами Георгий и мы начинаем наш летсплей по игре The Wolf Among Us, или если по-русски Волк Среди Нас. Игра вышла относительно давно и состоит из целых пяти эпизодов, представляет она из себя интерактивный квест-кино, причем график, как вы можете наблюдать, выполнена в такой интересной рисованной манере, то есть, на мой взгляд, рисовали явно от руки, то есть это именно рисунок, но в движении. Естественно, все настройки графики сделаны на максимум для вашего же удобства, хотя игра обладает достаточно долгими погрузками текстур, к сожалению, даже на SSD накопители, поэтому я, скорее всего, буду просто в конечном ролике сокращать время загрузки для того, чтобы нам с вами особо не задерживаться. Я в эту игру играл еще, когда она только зарождалась, когда вышел самый первый эпизод, я его прошел целиком, но это было уже давно, то есть я уже практически ничего из этой игры не помню, не помню ни сюжет, ни персонажей, поэтому для нас с вами это будет целиком летсплейчик такой. Поскольку игра представляет собой интерактивное кино, по большому счету, с возможностью выбора вариантов ответа и влияния на конечную историю, на развитие истории, причем такого серьезного влияния, игру в целом можно перепроходить много раз в попытках, скажем, найти оптимальное прохождение для себя и узнать все ветви развития истории. Ну, мы с вами, естественно, будем ориентироваться как-то по ситуации, я буду стараться поступать так, как я поступил бы, наверное, в реальной жизни, поэтому, естественно, наш летсплейчик под моим руководством может отличаться от того, что бы вы могли сделать самостоятельно, если бы играли в эту игру. А так, ребят, рекомендую игру приобрести и попробовать пройти все пять эпизодиков. У нас с вами русскоязычный перевод и англоязычная оригинальная озвучка. Во всех кат-сценах и роликах, которые будут возникать по ходу игры, их будет очень много, ребят, надписи, которые возникают, то есть субтитры, я их включил специально, но они в игре исчезают достаточно быстро, затормозить это нельзя никаким способом. Поэтому, если я буду успевать читать, и там не будет ни цензурщины особой, да, она тут подходит, переменаем под ситуацию, да, но я все-таки ее озвучивать с вашего позволения не буду, кому надо, тот прочтет. То есть, если я буду угоняться, и все будет нормально написано, то я, соответственно, буду читать вслух, да, для того, чтобы, может быть, вам как-то было интереснее смотреть. Ну, а если не буду успевать там, то уж, ребят, извиняйте. Или, может быть, что-то перефразирую там, чтобы помягче звучало. В общем, посмотрим. Интерактив есть интерактив, так что будем участвовать, стараться по максимуму. Так что нажимаем играть, и поехали, друзья мои, эпизод первый. Приступаем. Игра будет адаптироваться под ваши действия, и история будет развиваться так, как решите вы. Это как раз фишка игры. Давным-давно в Нью-Йорке поселилось сообщество сказаний, в месте, которое они назвали Fable Town. Сказания, которые там живут, прибыли сотни лет назад, после того, как их изгнали с родных земель. Благодаря магическому заклинанию под названием Чары, они скрывают свое тайное сообщество от обычных людей. Большой и страшный серый волк – это шериф. Именно он защищает сказания друг от друга. Вот такой интересный начало сюжета, ребят. То есть мы с вами, насколько я понимаю, наш главный герой – это и есть большой и страшный серый волк. Но под действием Чар, вот этого заклинания, он превращается в человека. То есть его невозможно отличить от обычного человека. Видимо, в этом городе, населенном обычными людьми, также живут и другие персонажи из сказок, которые также под действием Чар превращаются в людей. И, соответственно, обычные люди никак не могут их отличить от других людей таких же. Поэтому игра и называется «Волк среди нас». При этом мы с вами играем роль шерифа, то есть мы контролируем жизнь всех сказаний, как их здесь называют. То есть персонажей из сказок мы контролируем, чтобы все было хорошо и, видимо, чтобы люди никогда не догадались, что среди них живут сказки. Так, с приездом, друзья, закурим. Куда же мы прибыли? Так, жилой район, Саутбронкс, где-то после полуночи. И, походу, это квартира Жабба, 251 Боретта-стрит. Кто это? Мистер Жабб, вот чёрт. Бигби, слушай, дружище, я знаю, что не похож на человека, это проблема, я понимаю. Я вышел из квартиры лишь на мгновение. Хотел посмотреть, что устроил этот пьяный урод. Просто закрой на это глаза, ладно? Завтра первым делом я куплю чары. Так, у нас в М4 варианта ответа, и время идёт быстро, поэтому времени думать особо нет. Так, ну ладно, давайте вот так. Я смотрю на метровую жабу. В свитере. Это проблема. Если у тебя не хватает денег на чары, то ты отправишься на ферму. Всё просто. Кстати, можно молчать вместо ответа. Ты не можешь этослать меня жить тем животным. Ты знаешь, о чём я. Сходи к ведьме, уби чары. Бигби, дружище, это обдираловка. Качество заклятия падает, а цены всё растут. Ты знаешь, сколько денег нужно заплатить, чтобы обеспечить всю семью чарами? Давайте ответим, наверное, вот так. Просто разберись с этим. Это не трудно, жаба. Какой бы большой ни была цена, зарплятие стоит своих денег. Тебе не поздоровится, если ты ещё раз попадёшься мне на глаза, не приняв чары. Ох ты ж, нифига себе. Видишь? Именно поэтому я тебя и вызвал, шериф. Ты будешь просто стоять, сделай что-нибудь, Бигби, прежде чем он разрушит это место. Давайте, если я успел нажать облом. Ну спасибо, Бигби, ты настоящий джентль. Ёлки зелёные, я больше не могу этого терпеть, Бигби, он должен уйти. Так, всё, ясно. Мы поднимаемся. Ладно, я поднимаюсь. Купи себе чары. Это, видимо, одно из сказаний. Волосатый чмо говорит мне, как тратить деньги. Пап, свет снова мигает. Шо я тебе говорил? Хочешь, чтобы ты разобрал большой и страшный серый волк? Нет. Тогда иди внутрь. Так, мы с вами поднимаемся наверх, где происходит явно что-то интересное. Из окна уже непонятно, что вылетело. То ли диван, то ли комод, то ли шкаф. Ой, походу у нас кто-то с вами ругается. Любопытно. Так, спичечный коробок. Давайте подберём, посмотрим, что это. Ну, коробок, коробок. Но там, походу, какая-то ругань, ребята. И причём, судя по всему, один из голосов женский. Наверное, надо бы вмешаться. Ну да ладно, давайте сначала осмотримся. Не будем сильно торопиться. О, ёлка зелёная. Так, что у нас тут с телефончиком? Причём трубка лежит. Значит, кто-то торопился и бросил её, да? Ё-моё. Давайте-ка побыстрее. Там явно что-то происходит. Вежливо постучались. Да, это более убедительно, друг. Ё-моё. Уоу, 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 эй, эй! У тебя есть что-то на твоей face. Чёрт, ты говоришь о том, что дурак? Ну, ёлки зелёные. Так, что здесь происходит? Ё-моё, разговор не получился. Хе-хе. Ты пьян, ясно? Обдумай свои действия. Если ты не прекратишь, у меня не будет выбора, и мне придётся вырубить тебя. Вырубить меня? У тебя фиговая память, волк. В прошлый раз я показал тебе, кто главный. Сейчас всё иначе. Уф, ёлки зелёные. Чё надо сделать? Чё надо сделать? Чё надо сделать? Ага. Так, всё, давайте вот сюда. Хе-хе, прикольно. Хватит драться как баба. Не, нормальная такая драться как зелёная. Успеем, 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 успеем. Успели. Давай его в шкафчик. Шкафчик жалко. Отвали, засранец. Так. Уйдь. Успел. Отлично. Буха. Буха есть. О, супер. У нас прямо герой-то. Джеймс Бонд, ёлки зелёная, бутылка ему по башке давай. Эть. Да ёлки ж зелёные, живучий ты какой-то, зараза. Поберегись. Так, давайте мы туда его. Время опять же идёт. Дай тебе как следует. Дай тебе ещё раз. Дай тебе. Да ёлки ты вырубишься сегодня, или нет? Упс. Не увязочка. О, это уже серьёзно. Ить. Я тебе сейчас дай сюда. Дай сюда, кому говорят. Ну, наконец-то. Фу ты, ёлки зелёные. Слушайте, ребят, это было сложно. Времени вообще нет на реакцию. Тебе следует уходить отсюда. Слушай, я не уйду, пока не получу то, что принадлежит мне. Ни фига ты не получишь. О, фу ты, ёлки зелёные. Ни фига ты не получу то, что принадлежит мне. Я не знаю, что принадлежит мне. Не волнуйся, ты видел все лучшие моменты. Спасибо. Мы в них участвовали, судя по всему. Я просто хочу забрать деньги, которые мне заложен, потом уйду. Всё просто прекрасно. Спасибо, что спросил. Ну, как мне спросить-то, ёлки зелёные? Ну, сейчас бы я, в общем-то, разрешил бы и пойти, ну ладно. Серьёзно, мне нужно знать, в порядке ли ты. Он спросил, узнаю ли я его. Знаю ли я, кто он. Я сказала, что нет, он начал бить меня, потом пришёл ты и начал бить его. Похоже на правду, дорогуша. Я дровосек. Причём с большой буквки. Я спас красную шапочку от этого чудовища. Я вспорол ему брюхо, набил камнями, а потом бросил его в реку. Вот кто я такой. Ёлки зелёные. Нормальный такой полёт, ребят, даже не расслабишься ни на секунду. Всё время что-то происходит. Этим, собственно, игра и цепляет. Вот же, блин. Ха-ха, и этот товарищ рядом. Привет, жаб. Моя машина... А, это твоя машина была? Да, дай мне минуту. Ну да, конечно. Не торопись, устраивайся поудобнее. Извини за машину, мы выпали из окна, ничего нельзя было сделать. Ребят, не ставьте машины под окнами. Я не должен злиться. Я попросил тебя помощи, и ты пришёл. Я не должен злиться. Но даже когда ты помогаешь, ты делаешь только хуже. Ну, по крайней мере, ты жив. Да ёбарс, да. А так. За страницей-то я такие... Отстань. Так, а походу у нас с вами душ, что не просто так, ребят. Он пытается нас вывести из равновесия, чтобы мы превратились в волка. Так, держись. Давай, брат. Я всю пультатуру уже раздымил. Ой. Слушай, девчонка, спасибо Ты же умница Так, отряхиваемся Возвращаемся в нормальный облик Обалдеть, живучий какой Что ты делаешь? Я просто беру то, что он мне должен Ты там в порядке? В смысле, твои глаза и зубы Это не должно происходить с тобой, верно? Я стараюсь этого избегать Великолепно Походу денег нет У него из башки торчит топор Не думаю, что он это почувствует Это ему от меня Будет в порядке Да ёп, просто ты, он что, бессмертный что ли? Давайте я помогу тебе с этим С него хватит Он же сказания Он выдержит А, ну значит он бессмертен Слушайте, как и все сказания, судя по всему Картина маслом просто вообще Кошмар Нет, ну весело На самом деле, пока с юмором у игры Все в порядке Это радует Чёрт Да, давай Давай Давайте поможем девушке Спасибо Да, пожалуйста Так на кого ты работаешь? Мои уста закрыты Прости Нравится моя ленточка? Ну, вообще да Ребят Красивая Спасибо Да не за что Натерпелась подруга, конечно У меня такое чувство, что мы встречались раньше Наверное, так и есть Когда-то мы все были знакомы Но теперь всё изменилось Наверное О, уже свалил Ну, обалдеть Ну, как так можно? Стой Нам не нужно все усложнять Еще больше Он тебя ударил Он должен заплатить Ему нечем платить, шериф Я уже проверял К тому же, я только что воткнул в его голову топор Как по мне, мы в расчете Может, мне следовало бы арестовать тебя? Ну что ж, нападать на тебя я не собираюсь Так что сейчас твой шанс Сколько он тебе задолжал? Сотню Я так понимаю, ничего хорошего не произойдет Если ты покажешься с пустыми руками Со мной все будет в порядке Нет, ну, ребят, давайте поможем, если можем Мы не объединяем, а я ей это может помочь Так, 30, 40, 7, 8, 58, все, что у меня есть Должно помочь, так? Не нужно, я буду в порядке Ты и так сделал достаточно, правда? Просто возьми их, ладно? Нет, ну серьезно, лучше помочь Мало ли что Ты вытащил меня из неприятной ситуации Спасибо Ты все еще должна дать показания Мне нужно дать работодателю деньги, которые у меня есть Потом приходи ко мне в офис Немного поздновато для делового визита, шериф Я загляну к тебе в квартиру А ты не знаешь, где я? Ты живешь в самой маленькой квартире в Вудлец Это знают все Облом Рад слышать Тебе следует провести себя в порядок Плохо выглядишь И я не преувеличиваю Ладно, я умоюсь Что ж, теперь Поверю, когда увижу Красивые глаза Мне нужно сказать тебе кое-что Что? Ты не такой страшный, как все говорят Увидимся Волк Вообще, я бы, честно говоря, проводил бы Нет, не с той целью, с которой вы подумали А проводил бы, потому что ночь И неизвестно, куда она там пошла Одна И что с ней дальше будет Тем более в таком-то наряде Ну ладно По сюжету не положено Так, да Давайте закурим Это решает все проблемы Телтейл геймс Представляет Субтитры создавал DimaTorzok Итак, эпизод первый Называется Вера Роскошные апартаменты Вудленс Фейблдаун Поздно Ну что ж, друзья На этом, я думаю, сегодняшнюю нашу вступительную серию Мы можем вполне себе закончить Пока что мне все, честно говоря, очень нравится И с юмором все хорошо И перевод, в общем-то, хороший, отличный И там есть лексика ненормативная Она, в общем-то, в тему И управление хорошее, в общем, приятно И сложно достаточно в игре И решения разные нужно принимать Ну, в общем, мне нравится Я надеюсь, ребят, что вам тоже понравилось И что вам нравится Продолжают нравиться все наши летсплеи Поэтому не забывайте обязательно подписаться на канал Поставить лайк этому видео Подписывайтесь также на Twitter Вступайте в группу ВКонтакте И до новых встреч, друзья, на канале Deadline.ru